Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. На этой неделе депутаты Государственной Думы соберутся на очередное пренарное заседание. Так или иначе, вопросы, связанные с ковидом, тоже будут обсуждаться. Сейчас очень многих волнует, будут ли введены какие-нибудь ограничительные меры. Дело в том, что ситуация с ковидом во многих регионах России становится более напряженной, и в Красноярском крае в том числе растет заболеваемость. И вот сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы России Сергей Сокол. Сергей Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Красноярск! Сергей Михайлович, ну вот самая главная тема, которая сейчас у всех обсуждается, это ситуация с ковидом в стране. Вот как вы ее оцениваете? Ну, несмотря на все принятые меры, распространение ковида у нас опять набирает обороты, это заметно по всей стране в разной степени, но так или иначе, в каждом регионе эта проблема возникает вновь. В кулуарах Госдумы, я не знаю, вот где-то еще вы много общаетесь и с представителями правительства, и с коллегами-депутатами, обсуждается ли сейчас возможность снова вернуть ограничительные меры? Ну, с учетом вспышки распространения ковида сейчас, конечно, это обсуждается. Обсуждается это не значит, что это будет введено, хотя многие регионы уже приняли для себя решение ввести дополнительно ограничительные меры или вернуться к тем, которые действовали в начале лета, в период обострения. Дело в том, что расслабились мы немного, и маски перестали носить, и в общественном транспорте уже меньше обращаем внимания на маски, и социальную дистанцию не всегда соблюдаем. Стали ходить уже места массового скопления людей, и все это наложилось на то, что люди куда-то съездили отдохнуть, вернулись и привезли оттуда заразу. Ребята пошли в школу. Так или иначе, вот эти социальные коммуникации, они все равно стали более интенсивными. Вы говорите о том, что да, действительно, люди подрастают, если здесь я с вами соглашусь, но в то же время вы сказали, что обсуждается возможный возврат ограничительных мер. Все-таки, насколько сейчас те же члены правительства, те же депутаты Государственной Думы готовы, скажем так, откатить назад? Это насколько они могут быть жесткими? Ну, дело в том, что мы в Государственной Думе принимаем законы. И так или иначе, это действительно может касаться вопросов, связанных с ковидом. Это меры защиты людей, это меры поддержки бизнеса, экономики и так далее. Но это не решения, связанные с ограничительными мерами. Как правило, это компетенции исполнительной власти, федеральные ли, муниципальные ли или региональные. И вот, скорее, как я уже сказал, некоторые регионы уже пошли на ужесточение, и скорее эти решения будут приниматься на этом уровне. Что касается Госдумы, то Госдума – место для дискуссий. Конечно, мы обсуждаем и в кулуарах, и часто и на заседаниях кто-то высказывается, выступая от разных фракций, опасения, предложения и так далее. Это звучит. Но все-таки это компетенция исполнительной власти того или иного уровня. Но вот на ваш личный взгляд, нужно ли опять ужесточать меры или нет? Важно наконец-то нам всем понять, что необходимо вновь очень внимательно и трепетно относиться к своему здоровью. Мы должны опять, ну если мы вот расслабились, как я уже сказал, несколько месяцев, то нужно опять снова собраться и носить маски, мыть руки, смазывать дезинфицирующим раствором. Сейчас везде есть. И я уверен, что это поможет нам сдержать эпидемию. Тем временем, та вакцина, которую уже придумали, она уже так тестируется. И думаю, что в начале следующего года можно будет рассчитывать на то, что она получит массовое распространение. Тогда, полагаю, что у нас ситуация будет выглядеть более уверенно. Вы сказали о том, что Госдума в свое время принимала некоторые меры поддержки, в том числе и для бизнеса, в том числе и для граждан. Вот напомните, какие были самые существенные, и сработали ли они так, как, например, задумывалось? Ну, я расскажу об этом, только сначала два слова еще о том, какие меры мы могли бы безболезненно для людей применить сейчас. Разработаны такие рекомендации правительству. Это, например, разнесение по времени начала рабочего времени и конец рабочего времени, чтобы разгрузить общественный транспорт. Кто-то начинает работать в 8, кто-то начинает работать в 11. Как можно больше, чтобы людей осталось на удаленке? Вот эта работа, если она позволяет, когда либо по очереди приходят на работу, два дня одни работают, два дня другие, а пока они дома, они работают в онлайн-режиме. Эта мера закрекомендовала себя как очень действенная, в том числе в Москве. В Москве это как бы такой мегаполис, что, в общем, на нем сразу видны все проблемы и сразу понятна эффективность решения. Поэтому я считаю, что вот здесь не зазорно брать пример. Нужно регионам России очень внимательно присматриваться к тому опыту, который есть в Москве. Но опять-таки вы говорите о тех мерах, которые, скажем так, ограничительные, но не запретительные. Ну то есть не так, что как у нас было, например, весной этого года, когда мы позакрывали просто предприятие, отправили людей в отпуска. Понятно, что это была вынужденная мера, никто не понимал, что происходит. Но тем не менее вот это сейчас не обсуждается, да? Мы сейчас, как мне кажется, уже адаптировались к этой ситуации. Мы более уверенно себя чувствуем с точки зрения управленческих процессов, которые необходимо запускать в этот период. И да, нужны запретительные меры. Например, проводить рейды в общественном транспорте, кто ездит без масок. Стараться все-таки вот настоятельно ограничивать общение людей старшего возраста с людьми вот там где-то там на улице, и тем более где-то в местах скопления людей, да? Вот. А во всем остальном соблюдать предосторожность. И если это мы будем делать, у нас никакой необходимости опять переходить на вот эти вот крайние меры, которые больно бьют по экономике и регионы, и страны. Мы, думаю, что без этого обойдемся. К поддержке хочу перейти. Госдума принимала решение о поддержке и бизнеса, и в том числе и граждан, и это касалось и безработных. Вот какие бы вы отметили главные меры поддержки и насколько все-таки они сыграли? На ваш взгляд. Да, ну, мы приняли, точнее, внесли порядка 300 предложений на эту тему в правительство. Из них значительная часть вошла в итоговую версию документа. Это, во-первых, это расширение перечня наиболее пострадавших отраслей экономики, распространение налоговых каникул не только на субъекты малого и среднего бизнеса, но и на другие предприятия вот из тех отраслей, которые наибольшей степени пострадали. Мы пролоббировали запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса, продлили период выплат пособий по безработице, в два раза увеличены пособия для ребенка. Ну и самая главная задача, одна из главных в этот период для нас заключалась в том, чтобы люди в этот период не остались без работы. Поэтому в рамках вот второго пакета государственной поддержки было принято постановление. В рамках этой инициативы мы предоставили средства из расчета одного мрота на каждого сотрудника, но с условием, чтобы работодатель сохранил 90% рабочих мест. Но все-таки, на ваш взгляд, эти меры, они сработали или нет? Вот это главный вопрос и очень важный вопрос, который действительно надо обсуждать на уровне правительства. Думаю, что мы это будем обсуждать и в Госдуме. Те меры, которые мы предпринимаем, а вот то, что я перечислил, это далеко не все, они не всегда полноценно и эффективно реализуются, когда доходят до того, кому эти меры. На защиту кого эти меры предназначены. Потому что были такие примеры, когда те же самые бизнесмены говорили, что да, объявили меры поддержки с теми же самыми зарплатами. Да, это один брот, но тем не менее это все равно поддержка для бизнеса. Но когда приходили в налоговую, начиная с каких-то коллизий на местах, и председательные просто не получили эту поддержку. Во-первых, непроработанная вот эта бюрократическая составляющая доведения этой поддержки до целевой аудитории, она, к сожалению, сводит иногда на нет, а иногда провоцирует обратный эффект от того вообще, на что мы рассчитывали. Огромное количество бумаг. Часто это взаимоисключающие какие-то требования, которые абсолютно не способствуют тому, чтобы люди могли бы... По большому счету не такие большие деньги, но они просто за эти деньги должны потратить кучу времени и силы, энергии принести все это куда-то там, куда нужно принести и что-то доказать, а в результате им там из-за какой-то... Закорючки. Закорючки отказывают и все. Это вот эта проблема. Но это... Это касается не только предприятий, это касается в том числе и реализации тех льгот, которые мы принимаем для поддержки граждан. Это каким-то образом будет рассматриваться, вот эти ошибки, они будут учитываться в ходе тех же самых заседаний Госдумы? У меня таких случаев, вот, каждый день, огромное количество, когда люди уже даже не жалуются. Просто спрашиваешь, как дела? Да. А что, как же, мы же вот приняли... Да, мы, говорит, я попытался, говорит, с меня такое там хотели собрать, там, я все собрал, принес и мне, в общем, даже не стал. Вот если все то, что мы уже реализовали, довести до логического завершения на уровне исполнительной власти субъектов и муниципалитетов, это уже будет очень серьезной поддержкой при высоком КПД реализации этих мер. Вся эта ситуация с пандемией, она как сыграла на политическом противостоянии, оно стало сильнее или наоборот? Мне сравнить особенно не с чем, но то, что я видел и то, что я вижу сейчас, это то, что консолидация всех думских фракций может быть максимальной. Скорее всего, конечно, это связано, может быть, вот как раз с тем, что это совпало с периодом пандемии, и здесь в ходе весенней сессии Госдума рассматривала наиболее приоритетные вопросы и законы, связанные с защитой наших граждан, с поддержкой бизнеса, поддержкой экономики. Ну и 90% всего того, что мы предлагали правительству, нашло поддержку. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я желаю вам удачной работы в Государственной Думе, потому что сейчас действительно ответственный период, начинается работа над бюджетом следующего года, и каким он будет, от того, каким будет этот бюджет, зависит в том числе и как будем здесь жить мы на местах. Спасибо большое, Ян. Берегите себя, будьте здоровы. Спасибо. Сергей Сокол, депутат Государственной Думы России, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»